Всем привет! В этом видео я вам покажу, что делать, если не запускается игра на твоем компьютере или ноутбуке. Сначала мы отключим все лишнее в Windows 10. Во второй части нашего урока я покажу вам, что необходимо установить, чтобы все игры корректно запускались на твоем компьютере. Также я тебе рекомендую посетить сайт meteotrend.ru. Здесь только актуальная информация о погоде в любом абсолютно городе. Пользуйся с наслаждением. И рекомендую добавить этот сайт в закладки. Также я тебе рекомендую посмотреть вот эти два видео. Первое, что нам необходимо сделать, это нажать на кнопку пуск левой кнопкой мыши и перейти в параметры. Мы будем работать с параметрами конфиденциальности Windows. Давайте перейдем в этот раздел. Конфиденциальность Windows. Мы на вкладке общие. Выключаем все, что здесь есть. Переходим в раздел голосовые функции. Если у вас активен данный параметр, вы его тоже отключаете. Переходим в персонализацию рукописного ввода и ввода с клавиатуры. Здесь мы выключаем диагностика и отзывы. Если у вас здесь включено, вы выключаете все, что здесь есть. Мы переходим в журнал действий. Выключаем показа действия с этих учетных записей. Переходим в пункт расположения. Если у вас включено определение вашего местоположения, вы здесь все отключаете. Также вы можете нажать очистить журнал расположения на этом устройстве. Теперь мы отключаем все уведомления Windows 10 и переходим к следующему пункту. Это контакты. Разрешить приложением доступ к списку контактов мы отключаем. Переходим в раздел календарь. Разрешить доступ приложения к календарю мы все это отключаем. Телефонные звонки мы отключаем. Переходим в журнал вызовов и разрешить приложением доступ к журналу вызовов мы отключаем. разрешить приложением доступ к электронной почте мы также отключаем разрешить приложением доступ задача мы отключаем обмен сообщением мы также отключаем радио мы отключаем внимание фоновые приложения которые жрут вашу оперативную память мы также отключаем все переходим в раздел диагностические приложения здесь мы выключаем разрешить приложением получать диагностические данные других приложений мы это отключаем на втором шаге мы отредактируем автозагрузку windows 10 правой кнопкой мыши по панели задач и переходим в диспетчер задач windows 10 нажимаем на кнопку подробнее и переходим на вкладку автозагрузка здесь отображаются все программы которые грузятся вместе с windows отключите все то что вас не интересует такие приложения как яндекс skype cortana вы можете смело отключать они жрут вашу память определитесь теми приложениями которые вам действительно нужны вы можете отсортировать по состоянию включена или отключена чтобы вам удобно было работать с данным списком также я вам рекомендую почистить все временные файлы которые находятся в папке темп windows для этого нам необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть по меню пуск зайти выполнить и здесь ввести вот эту команду ставим знак процента команду я оставлю в описании под видео темп знак процента и enter здесь вы нажимаете сочетание клавиш control а выбираете в контекстном меню удалить если какие-то папки не удаляются значит они сейчас задействованы вашей операционной системы нажимаете выполнить для всех текущих элементов и нажимаете кнопку пропустить теперь немножко поиграемся с параметрами быстродействия windows 10 опять необходимо нам зайти в параметры windows правой кнопкой мыши зашли в параметры windows и переходим в раздел система и нас интересует пункт о программе мы нажимаем и в правом углу мы видим ссылку на дополнительные параметры системы мы нажимаем на нее так называемый раздел быстродействия где находятся настройки визуальных эффектов которые можно настроить и оптимизировать под себя вы нажимаете на параметры обратите внимание на параметры быстродействия если вы хотите обеспечить наилучшее быстродействие вашего компьютера или ноутбука на windows 10 вы ставите эту галочку как только мы выберем пункт обеспечить наилучшее быстродействие все галочки снялись то есть вся вот эта анимация или тени под указателем мыши все это задействует ваши ресурсы вы ставите обеспечить наилучшее быстродействие нажимаете применить и нажимаете ok друзья после вот этих манипуляций ваш windows 10 должен работать и быстрее если ты любишь поиграть в игры на своем компьютере или ноутбуке у тебя выскакивают определенные ошибки при запуске игр выполнив три моих рекомендации у тебя никогда еще раз повторюсь никогда не будут появляться ошибки при запуске игр первое что нам необходимо сделать это скачать набор библиотек директ x без них ваши игры не будут работать корректно открываем какой-либо поисковик и набираем директ x это официальный набор библиотек от корпорации microsoft мы сейчас скачаем веб установщик компонентов библиотек директ x нажимаем на официальный сайт компании microsoft теперь друзья выбираем язык и нажимаем скачать сейчас скачается небольшой файлик при запуске которого пойдет установка необходимых библиотек для операционной системы windows нажимаем открыть файл нажимаем да теперь мы соглашаемся с условиями данного соглашения нажимаем далее установка панели бин мы не будем устанавливать данный хлам снимаем галочку нажимаем далее теперь установщик автоматически скачает набор необходимых библиотек директ x на наш компьютер нажимаем далее теперь происходит загрузка компонентов через интернет а мы только что скачали набор необходимых библиотек директ x который нужен каждому компьютеру или ноутбуку второе нам необходимо скачать набор необходимых библиотек c++ вы можете скачивать их с официального сайта microsoft но поверьте это долго и нудно бывает не подходит версия под твою игру я тебе предлагаю скачать набор необходимых библиотек microsoft visual одним махом сейчас я вам покажу как скачать один файл запустить его и все версии библиотек microsoft visual c++ скачается и установится в автоматическом режиме помощью данного сайта мы скачаем весь набор библиотек visual c++ которые необходимы каждому компьютеру или ноутбуку и так мы нажимаем скачать наш файл скачался давайте запустим его сейчас происходит извлечение перед нами откроется командная строка где нам необходимо нажать одну лишь букву это y нам пишется уведомление нажмите y для согласия r для файла ридми и букву n чтобы отменить процесс установки естественно вы должны нажать y потом система попросит перезапустить компьютер и поздравляю вы установили набор всех необходимых библиотек visual c++ на ваш компьютер или ноутбук друзья давайте перейдем непосредственно к последнему действию которое должен выполнить каждый геймер третьей моей рекомендации вы должны следить за состоянием ваших драйверов а именно состояние драйвера видеокарты он должен быть в актуальном состоянии давайте перейдем диспетчер устройств правой кнопкой мыши по меню пуск заходим диспетчер устройств выбираем раздел видео адаптеры и как мы видим у меня видеокарта radeon давайте зайдем его свойства драйвер и дата драйвера от 21 08 2020 года я считаю что это старый драйвер давайте его обновим у меня видеокарта еще раз повторюсь а md у вас может быть intel или другой производитель видеокарты но давайте вам покажу как установить на radeon свежий драйвер мы открываем браузер здесь мы вводим а md переходим на официальный сайт компании md теперь друзья переходим в раздел drivers and support драйвера и поддержка и мы можем скачать автоопределитель обновлений ваши видеокарты давайте мы нажмем качать сейчас но друзья также хочу отметить что вы можете выбрать вручную ваш графический адаптер и списка и скачать под него именно драйвер но я воспользуюсь утилитой нажимаем открыть файл соглашаемся и скачался набор необходимых драйверов и который извлечется в папку c md нажимаем install сейчас после процесса извлечения файлов вот мы видим установщик создал папочку md установщик сам определяет наше оборудование вот он мне предлагает скачать рекомендуемую версию я пожалуй с ним и соглашусь и нажимаю далее друзья я не буду подробно останавливаться на процедуре установки видео драйвера вы нажимаете всегда далее после того как видео драйвер установляться система попросит перезагрузить компьютер перезагружаетесь и наслаждаетесь я вас уверяю все игры будут работать надеюсь урок был полезен ставь лайк